Фотограф Лейла Арефьев провела в Индии 20 дней, но не как многие в туристических зонах и на пляжах, а в гостях у местных жителей. Ну и разумеется, привезла из далекой экзотической страны море фотографий, так что сейчас все и обсудим. У нас Лейла Арефьев в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Каким образом вообще было принято такое решение поехать в Индию на 20 дней, да еще погостить у местных жителей? Кто эти местные жители? Ну, начну с того, что никогда бы я не подумала бы и не решилась поехать в такую экзотическую страну, как Индия, если бы не одно но. У меня есть муж, у него есть сестра, она вышла замуж за индуса. Они живут на самом деле в Лондоне, но периодически туда наведываются и говорят, ребята, почему бы и нет, поедите вместе. Где они живут? Они живут на Гоа, где все красиво и обустроено? Нет, они Лондоне живут. Нет, ну вот в Индии, в самой, где удовольствия у вас? В самой куче, в самой Дели, прямо вот где сложно дышать, где куча проводов, где куча мусора и вот. Но это Раджастан, самый большой индийский штат, да, он не имеет выхода к морю, и вот там ты и провела эти 20 дней. На самом деле мы провели, мы посетили 5, прямо вот даже на карте написано, 5 мест, 5 штатов, и это было просто очень большое путешествие. То есть мы не только были в Раджастане, мы были и в Джайпуре, и у Дайпуре, и в горах мы были. И очень весело. Да, только тропам, которые показывают красивым туристам, европейцам. Мы посмотрели вот в этот весь драйв, вот это вот, да, местный мальчик из трущоб. Мы ездили на поезде 17 часов прямо. Ну, про поезд часто можно слышать, что там просто люди висят гроздьями, едут на крышах, дерутся за место. Это все так, или вот мы видим, здесь поезд был вполне себе без толпы? Поезд был очень длинный, просто очень невообразимо длинный. Я пыталась посчитать эти вот вагончики. Не то, что наши электрички из трех вагонов. Не-не-не, особенно когда вот этот потрясающий вид, когда оно вот поворачивает вот на повороте, и вот эта змея, она не заканчивается. Но все-таки мы решили себя поберечь и купили-таки билет в первый класс. Вот одно очень яркое впечатление. Мы ночевали прямо под звездами в пустыне, и это мы встречали, провожали закат, и потом еще утром встречали рассвет. И он прямо вот потрясающий. Ну там, наверное, все вот так на контрасте. С одной стороны, потрясающий рассвет и потрясающий заказ, с другой стороны, бедность, нищета, грязь, убожество. А чего все-таки больше, вот по приезду сюда? Положительных эмоций или чего-то такого отталкивающего, что тебя не заставят второй раз поехать на тем же... Когда у меня спрашивают, что как ты отдохнул, я скажу, это был совершенно не отдых, это было приключение. Если вы хотите приключения, если вы хотите что-то необычное, я точно скажу, что Индия дала мне такой вкус к жизни, когда ты видишь не очень хорошие стороны жизни. Тут ты понимаешь, как же я люблю Эстонию свою родную, как я люблю Европу. Ты сказала, что это приключение. Вот расскажи хоть об одном приключении, что вот с вами такого было, может быть, какие-то экстремальные условия, какая-то неожиданность, которую пришлось преодолеть, и это все было сделано успешно, судя по тому, что ты вернулась домой целой невредимой. Спасибо, что живой называется, да. Мы очень много проводили в пути, по 5-6 часов где-то мы были в пути, в машине. Мы 17 часов были в поезде тоже, это то еще приключение. Забыла. Ну хорошо, вот когда вы ночевали, например, в пустыне, что-то интересное происходило, как вообще происходит ночевка в пустыне? Там холодно или жарко, потому что остается тепло от предыдущего дня? Вы ставили палатки, приходили ли к вам в гости скорпионы? Мы готовы были к тому, что будет холодно, на самом деле было в тот день хорошо и тепло, было абсолютное полнолуние, и луна светила как будто вот прям фонарь. Мы хотели звездного неба, была прям мощная луна, выключить луну мы думали. Были бездомные собаки, периодически проходили. Ну они же не опасные? Нет, они такие дружелюбные, только стащили наши печеньки. Но спали мы вместе с рюкзаками в обнимку. И спали мы на таких кроватях, такой вот металлический каркас и натянутые ленты. Одеяло, подушку нам тоже вручили. А то есть вам выдали все-таки какие-то эксклюзив, мы же европейцы. А, то есть вы не просто так посреди пустыни остановились. Слушай, ну вот если это не туристический маршрут, то, наверное, туда желающему при всем желании не так-то просто и отправиться, да? Ну мы ездили именно по тем местам, где и туристы бывают, но мы заходили в дома, где были местные. Как вас пускали туда? Как это происходило? Вы стучались в дверь и говорили, здравствуйте, мы хотим посмотреть, как вы живете. Все открывали перед вами двери? Есть такое слово в Индии, джугар. Это значит связи, это прям все значит у них. У нас был свой джугар, это, естественно, наши местные ребята, они нас приглашали к себе, к родственникам своим домой. И тут мы увидели настоящую, таки индийскую семью, где они друг на друге живут. Дом трех с половиной этажей, где живут три брата, у них по жене, по три, по два ребенка, плюс родители, плюс тети, дяди, они все вместе живут. И вот вы, когда приглашаете гостей к себе домой, вы показываете свой дом, да, ну в спальню так не пускайте. Нас посадили просто в спальню, на кровати накрыли закуски, это была паста, это было там вкусности всякие. Вот, кстати, о еде расскажи, это... Похоже на наши индийские рестораны в Эстонии или нет? Нет, на самом деле я не любила никогда индийскую кухню, для меня это было вот жижа посветлее, потемнее и рис. И очень остро, да? Очень остро, верю, спайси, вот, но тут, так как мы были с местными ребятами, я бы даже назвала это поездку, как the taste of India, вкус к Индии, потому что они там, ты должен этот попробовать обязательно, вот этот соус, он из этого региона, ты должна там попробовать это, это. Конечно же, они просили бы более так помягче еду для нас делать, но все равно это было дико остро, дико. Часто можно услышать, что люди, рассказывая о своих впечатлениях об Индии, приводят книгу Шантарам, которую наверняка читали очень многие. Похоже это на то, что описывается в этой книге? Или у тебя другие совершенно? Да, я как прилежная такая вот туристка, я прочитала и Шантарам, и Миллионер Струща, посмотрела кучу всяких передач, конечно. Да, похоже. Вот, ну, я думаю, в Индию, когда приезжаешь, вот, с тем впечатлением, каким ты собираешься, вот, как ты, с каким настроением туда едешь, так она тебя и примет. Я, например, боялась очень подцепить какую-нибудь заразу. И подцепила? Ну, я упала в уморок прямо перед дач-магалом, вот, видимо, от сильного обезвоживания что-то хапнуло, меня отвезли в больницу индийскую. Ну, все хорошо, что все хорошо кончается, и напоследок, еще раз поехала бы туда же? Через несколько лет, да, за приключениями. Лейла Арефьев, фотограф, была у нас в гостях, спасибо. Спасибо большое.